у нас в офисе ирина которая такой канал держит на ютюбе называется мам сын мама и сын сыну сколько беленький такой так он как относится к вашим съемкам потом так мамка сними меня нет он не участвует приходится участвовать значит давайте я вот чего поспрашиваю я на самом деле не имел возможности как-то глубоко вникать значит если что я прочитал комментарии по тем видео где вы говорите что у нас тут будете это вопросы задавайте вопрос почитаю я заметил пару вещей первое вещь я заметил что у вас на каждом видео очень много просмотров допустим вот у меня там их 55 тысяч до вас 5000 подписчиков то есть вроде бы в 11 раз больше но у вас под одним видео больше на одно видео в среднем больше просмотров чего меня то есть у меня скажем видео мы смотреть там 33 тысячи человек если 4 или 5 это уже больше обычно у вас например совершенно рутинно там 5000 может быть вы вопрос почему но вопрос нет нет сейчас будет вопрос значит я заметил это дело я спросил себя что-то такое значит она рассказывает что люди неотрывно следят то есть вот у меня 55 тысяч из которых допустим там 2000 неотрывно следят а остальные так эпизодически значит а у вас тогда что значит я так понял из каких-то общих разговоров и поправьте если это не так что вы приехали какое-то время там в нелегалке находились подали на политическое убежище да и вы об этом рассказываете или я неправильно понимаю бытует мнение что ира приехала незаконным путем и обманув иммиграционную службу соединенных штатов америки находится на этой территории вас даже назвали там проституткой так понял говорят она обманула политически политически тротским что ли тротским был иудушка ира вы не видели политическая проститутка таронский иудушка ну не а может быть и политическая и проститутка так подойдите так бытует мнение давайте теперь к сути вопросов а мнение и не только такое бытует еще очень много других отчего от недостатка информации потому что чисто физически я не могу выложить стопроцентное освещение своей собственной жизнью это правильно то есть приблизительно вот можно такой аналогичный ну вы навлекнете картина закрыта вот такой кусочек открыт и каждый домысливает в меру своей ну вы навлекнете по поводу того как ира попала в сша моя виза была получена три года назад гостевая туристическая основанием для получения визы была моя поездка в Орландо в Диснейленд где мы куда мы поехали сразу после того как мы ее получили два года назад они просто люди об этом не знают я как бы тогда не вела итак два года назад вы поехали в Орландо да я была там потом мы там с Мишей пробыли полтора месяца потом я ездила еще в Колорадо по этой же визе и в третий раз мы приехали в Калифорнию пробыв здесь какое-то время это когда приезжали то? я приехала в Калифорнию год назад где-то в середине ноября по-моему хорошо так ну не важно год назад приехала просто люди про предыдущие две мои поездки не в курсе я как бы их не освещаю у себя на канале даже нет смысла да и считается что я попросила туристическую визу чтобы посмотреть Микки Мауса а сама приехала не совсем так потому что действительно Микки Мауса мы приезжали смотреть три года назад сразу как получили визу и тут вы поняли что может быть даже есть смысл еще приехать и еще и еще и еще и еще да то есть аппетит перешел во время еды значит была такая частушка в советское время у меня был приятель он работал в ресторане музыкантом и они там за 25 рублей а это за 50 если что-то скоблезное они исполняли и вот у них была такая частушка мне сейчас ее напомнили ехал Ваня за Урал в Калифорнию попал вот какой рассеянный зятец или Моисеевный то есть ехала во Флориду и попала в Калифорнию в Калифорнии я была почему мне просто в Калифорнии больше нравится а как в Сан-де-Ге попали? с начала я попала в Орнч Каунти потом я попала в Лос-Анджелес а потом я попала в Сан-де. то есть вы там покрутились Да, я пожила в разных местах. И как вам? Вот сравните. Сан-Дьего больше нравится. Правда, как город именно. Да, да, да. А мне, Орлечка, он тебе очень нравится. Сан-Дьего тоже классно. Ира, а сколько ваш апартмент стоит? Аренда? Однобедровный у вас же. У меня однобедровный апартмент, аренда стоит 950 долларов в месяц. Это половина того, что здесь. Вот полторы тысячи, да. Полторы тысячи сейчас не снимешь ничего. А, ну у меня дочка до сих пор снимает. Нет, так она раньше начала. Вот сейчас ребята ищут, сейчас по две тысячи. Ну, смотря где, ну вот в районе школы здесь подороже. Да, да, да. Хорошо, так вы... Так что Сан-Дьего лучшее место. Конкретно, значит, попав в Сан-Дьего, вы начали немножко подрабатывать, что ли? О чем вы рассказываете? Почему подрабатывать? Я не знаю, о чем вы рассказываете в видео, скажите. У нас напалу народу, которые вас, может, не знают. Вы им скажите, что вы... Я рассказываю о своих приключениях. Вот я живу, как хочу. Вот я просто такой человек, который живет, как хочет. Вот я захотела приехать к Михаилу Портуру. Вот я здесь. Приключений много. Приключений? Да. Что вы имеете в виду? Я не знаю, вы же говорите, у меня много приключений. Каких только нету. Понял. То есть, бедовое. Это в каком смысле? Не знаю, это слово такое. Вот я от вас что-то жду подвоха какого-то постоянно. Ну хорошо, о чем видео ваше? Почему вы вообще начали что-то снимать? Вам просто хотелось высказаться? Или вы хотите пользу принести? Или вы друзей искали? Вот чего вы начали видео снимать? У меня родственников много. Все спрашивали, как дела? Вот я показываю, вот так. А потом что-то народ стал смотреть. Это очень напоминает историю Юры Мельникова. Он тоже говорит, что он сначала делал для своих близких, а потом уже так как-то пошло-пошло. Пошло-пошло-пошло. Пользу принеси. Я не думаю, что я прям такую большую пользу приношу. У меня не сильно информационно насыщенные видео. Но они очень позитивные, скажем так. Хорошо. Так скажем так, о чем ваши видео? Или, скажем так, какие у вас самые популярные видео? Что вас смотрят больше? Или там больше комментируют? На что народ реагирует? Задумывался. На что они на что реагируют? Про крах доллара вы не пишете? У нее еще один канал есть. Подожди, давай про это. Про крах доллара нет у вас. Про что еще у вас? Про доллар нет. Это такая грустная тема, она меня задела заживую. Хорошо. Где у вас больше всего просмотров? На что? Когда они переехали с одного места на другого, где мы? Вот сразу раз, 7,5 тысяч. Переезд с места на место. Да, наверное. А потому что у нас там такая стрессовая ситуация была. Мы там потеряли... Бескромное видео обо мне, там где фотки такие, где она блондинка. А мне так понравилась, блондинка такая красивая. Подождите, и что же вы? Юстуби. Искусственный интеллект. Да. Ну, хорошо. Значит, давайте мы теперь так. Значит, вы стали снимать видео. Сейчас мне хотелось бы отвлекать. Сколько у вас сюжетов там? Нет, я включу. Ой, я даже не знаю. Я не задумываю, еще не готовлюсь. Я так как-то, оно и идет. Идет и идет. Хорошо. Вам гадости всякие пишут там? Да. Ну, а вы чего? Ну, мы и есть мои тролльчики. Всем привет моим хорошим, которые мне пишут гадости. Я их очень люблю. Да, хорошо. Так, теперь, значит... Все-таки, о чем сюжет это? Ну, вот что вам хочется рассказать? Вот вы думаете, об этом расскажу, об этом не расскажу, об этом еще больше расскажу. Что хочется? Удивить? Как-то очень спонтанно. Не-не-не, очень спонтанно. Вот приходишь куда-нибудь, хочется снять видео и снимаешь. Не такого, что я прям готовлюсь к видео или что. Я потом очень много вырезаю, и поэтому это началось с того, что у меня был очень медленный интернет. Я вырезала, вырезала, чтобы были покороче. А сейчас я понимаю, что я настолько словоблудлива, я как начну вот растекаться мыслью. Ну, и хорошо, и ничего. Ну, это же так скучно смотреть долго все эти рассуждения. Ну, она рассказывала, как она купила машину первую. Ну, это интересно. А как она попала в больницу, там ногу выехала. Я думаю, что это многие хотят. Потом показала, куда мальчика пристроила в детский сад. Мальчика в школу. Вот как они гуляют, как парк выглядит. Почему Анна про вас все знает, а вы скрываетесь? Так мне прям приятно было, что они про меня все знают. Ну, да. А я не покорянулась. Давайте так, географически. У вас откуда народ? Отовсюду. Нет, ну, отовсюду у нас у всех. Но вот у меня, допустим, половина, ровно 50% из России. У меня тоже. Еще 25% с Украины. И там, вот американских, там может быть, 8-9% немного. Да, американских не так много, наверное. А что вот эти люди, которые вас смотрят? Они хотят уехать. Они просто интересуются Америкой, потому что не доверяют средствам массовой информации. Или просто им хочется позитива, и они смотрят вот позитив. Вот я знаю, что у Флориды и Ялты очень много людей, которые смотрят, потому что у них какое-то такое веселье, позитив, настроение. Да, как-то оно настраивает на... Ну, значит, чуть меньше, мне кажется, позитива насет. Меньше, а я давно смотрела уже. Ну, неважно. Мы про вас давайте. Вас почему смотрят? Вам же пишут люди. Вот я знаю, что пишут много. Что они пишут? А говорят, расскажите об этом, об этом говорят. Расскажите о ценах на нефть, расскажите о... Но это у вас. У вас аналитический канал. У вас для интеллигентов, у вас все так... Я извиняюсь, а у вас кто? У меня в основном мать-ненакиды, мы хозяйки смотрят. А хотя, может, еще мужчины есть. Я не знаю, кто смотрит мой канал. Я думаю, такие же, как я. А вы знаете, сейчас я подумала, что, наверное, у меня в основном женщины. Я посмотрю, у меня 85% это женщины возрастной категории от 30 до 50. Как вы, может быть, давайте я вас спрошу, как вы относитесь к американским продуктам питания? Вообще, вот, хорошие продукты, плохие. Вот как вам впечатление? Хорошие. Тем более, в Калифорнии фруктов много, правда? Да. Фрукты, овощи. Продукты хорошие. Хорошие. Доступно. Угу. Это шутка. А так, чтобы мне что-то не... Я так люблю водить машину здесь. Это я обожаю. Смотрите, вы раньше не водили? Где раньше? Дома. В Москве? Ну, что там водить? Ты сел, встал вот так в пробке и стоишь. А здесь ты летишь, ты летишь. В общем, вдруг ездит по хей-вэй. Нет, ну, это мне там написали. Да, товарищи, спасибо, что написали. Буду с руками ездить теперь, с ногами. Так, ну, то есть ездить, подарить. Мравится мне, да. Я согласен, мне тоже нравится. Да еще не прошло это чувство еще. Мне говорят, пройдет потом. Иногда, знаете, что, когда-то первые лет 10, иногда у меня было такое ощущение, что, блин, по Америке едем. Да, да, да. Вот, потом, вот именно по Америке оно ушло, но здесь у нас так солнечно и красиво, и зеленые холмы, и там иногда океан. И ты так ездишь, что, боже, красота-то какая. Знаете, анекдот. Да, какой. Там весь мат-перемат. Ну, короче, парень поехал в Москву, в сельскую. Ну, вот он возвращается, значит, и там, ну, там, собрались люди, там, стол накрыли, водочку, там, закусочку, там, и все. И говорит, ну, Ваня, рассказывай, как Москва. Он говорит, ну, что, мужики, сказать. Вот, говорит, конечно, так по городу ходишь, там впечатлений много, но самое впечатление, это когда на Останкинскую башню, говорит, поднимаешься. И там площадка смотровая, и там налево посмотрел, твою мать, направо смотришь, блин, 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 а прямо посмотрел, такой, просто, говорит, трындец полный. И говорит, ты что платишь-то, мать? Платишь чего? Он говорит, как же не плакать, сынок, красота-то какая. Вот, и вот это вот ощущение, красота такая. Я, кстати, заметил, вот вы там по снежку ехали, какой-то секвой-вый лет был со снежком, где-то вы попали, да, вот в этом видео, и так прямо защемило. А это у меня мечта детства была. Секвой парк. Конечно, секвой для меня это... Так, а мальчик ваш, он в школу ходит? Ходит. Ну, как ему в школе? Хорошо, хорошо. А по-английски? Говорит. Вот друзья у него, например, Тинко, Льюис, Эндио и Брат. Причем он его и называет именно Брат. А они чисто по-английски или на испанском? Нет, никто, они вот так... Нет, они у нас там, половина мексиканцев, половина... А вот давайте я вас спрошу, значит, я замечаю, что среди вот и эмигрантов, новичков, и среди, особенно тех, кто живет вот там еще, или уже, значит, они как-то недолюбливают мексиканцев и как-то их за второй сорт держат. Да? Ну, да, это очень просматривается, говорят, мексы, они... Вы тоже недолюбливаете? Нет, у меня нет такого. Нет, у меня нет. Я говорю, вот с нашей точки зрения, вот мы же здесь живем... А что в мексы? Ну и что, добрые, хорошие, дружелюбные люди? Безусловно. Я просто говорю, что, может быть, мы можем что-то сказать такое, чтобы ребят не думали, потому что они очень славные. Вчера по скайпу разговаривала с Наташей Квик, она, кстати... Наташа Квик, Натусе, привет. Она вам большой привет передавала, сказала Михаилу Портнову большой привет из Флориды, и я с большим уважением. Мы с ней, кстати, мы сплетничали-сплетничали, что-то не подрались там по скайпу. Она говорит, он на Опознера похож, а я говорю, на Жванецкого. А вы сами как думаете, вот вы больше на Опознера? На Клинтона я похож. А, кстати, тоже вариант. А в детстве на Ширвинда я был очень кудрявым в детстве, я, может быть, и сейчас, если отпустить, я не знаю, я был очень кудрявым, такими гроздями. И когда мне было лет, там, 25-28, я был похож на Костолевского, если знаете, такого артиста. Похудее был. Симпатичный. Потом я рожу наел и стал похож на Ширвинда. А на Ширвинда, да, похожа. Было, но опять не хватает. Ну, не выйдет о фотографии. Да, а потом уже, когда сюда приехал, мне говорят, Майкл, это же типичный Клинтон. Типичный. Я говорю, да, неужели из наших он там в синагогу ходит? А вы ходите в синагогу? Нет. Ну, это я утрирую. Ну, понятно. Нет, не хожу. Я не рад. Ну, это когда с детства не привык, так и... Так как-то мы выросли в атеистической среде. Я люблю там в историях, там, что-то такое из Ветхого Завета. Мне очень нравится, там, хохмочки интересные есть. Мне говорят, что я верующий. И говорят, что типичный, говорят, дохристианский проповедник, там, пятикнижник. Вот. И я, да, нет, ну, просто хохмочки интересные. Знаете, как это был такой анекдот еще, старый-старый советский анекдот, как стоит мужик в картинной галерее и на картину смотрит час, второй, третий. И вот эти там женщины, которые служат, знаете, они так проникаются, и она подходит к этим. Говорит, молодой человек, вы, наверное, художник. Он говорит, я комосексуалист, говорит, ну, какие краски. Давайте про любовь. Это такой важный вопрос сейчас будет, я чувствую. Не, ну, скажите, о себе немножко. Как там у вас с любовью, да? Нет, ну, не то, что, а вы свободная девушка или вы не свободная. Может быть, сейчас кто-то влюбится и все. У нас, знаете, как бывает, вот покажешь кому-нибудь на канале, вот Танечка из Донецка у нас была, прямо меня закидали. Говорят, познакомьтесь с Таней, готов все бросить, приехать из Нью-Йорка. Вы открыты к чувствам. А давайте я здесь напущу туману, а с этой стороны напущу интриги. Так, давайте, давайте. Я буду сейчас пускать. Давайте. Открыты к чувствам. Смотря каким. Да. Ну, девушка высокая. А вам нравятся высокие мужчины или? Мне нравятся умные мужчины. Открытие, а вы спортом занимались? Ой, хороший вопрос. Всегда же при таком росте-то тащат куда-нибудь. Нет, профессионально нет, профессионально не занималась. Меня больше интересует, почему она такая стройненькая. Это она родилась такая или она себя держит в какой-то диете? Вегетарианка. Не держу, так, оказывается. А вы вегетарианством-то когда занялись? Шесть лет назад. А вы бегар или вегетарианец? Разница в том, что... Яйца ешь, молоко там такое. Яйца ты ешь? Молоко ем, молоко ем. Не соевое, обычное коровье. Да. А яйца? К сожалению, тоже ем. Значит, не веган. Не веган, хорошо. Вегетарианка. Да, даже рыбу иногда могу поесть. А, так тем более. Это вообще почти наш человек. Так, подождите. Не так уж все плохо, товарищи. Вы просто для самочувствия. Я просто мясо не ем. И все? Ага. То есть, а мясо вы не едите из принципа или просто не хочется? Не хочу, да. Не хочу из принципа. Понятно, понятно. А знаете, тут из Индии, когда первые появлялись, и они очень жаловались, что плохое место для воспитания детей в Америке. Говорят, дети приходят из школы, говорят, а почему? Говорят, все могут в Макдоналдс, а я нет. Или там учитель физкультуры подзывает мамку и говорит, вы должны своему мальчику чикина давать. А там, говорит, слабенький совсем не справляется. Я говорю, ребенку чикину. Редактор субтитров А.Семкин